бам-бам ребятки всем привет с вами до воды и сейчас мы находимся врата не шопе это наше основное такое место дислокации для съемок и как вы думаете что у нас на обзоре у нас на обзоре продукт под названием лира и родом он из турции да да это именно тот самый предшественник а далее щербетли блюхерса и всех всех остальных турецких брендов но давайте не будем скрывать и будем говорить всю правду потому что правды не скроешь на российском рынке из всех атак разных турецких табаков выжили только по факту 2 которые укоренилися и заняли свою четкую и мощную позицию это у нас был щербетли и а далее и пришло время нового продукта под названием лира продукт очень сложный тем что у него почти 153 вкуса и почти 5 либо 6 линеечек а я вам сейчас попробую рассказать то что я нашел на официальном сайте такие линейки как классическая линейка до микс юник и есть еще а есть еще линейка колор есть какая-то еще линейка но как я понял что почти всю линейку не стали завозить на российский рынок а делались только вроде пятью линеечками с линейка микс линейка до линейка classic линейкой unique и линейка айс да вот такие вот у нас линеечки и я попробую сейчас про каждую линеечку рассказать а в них в принципе нет абсолютно никакого различия в плане крепости курение они даже если есть то это не так сильно заметно что касается вкусов то вот здесь уже начинается интересное по логике мы можем понять что линейка classic это у нас идет вот такие вот пачечки это моно вкусы это типа апельсин арбуз мята лимон кофе и прочее 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 что касается линейки unique то у нас здесь идут такие вкусы как a juicy melon очень яркая линеечка и есть у нас здесь вкус red gummy beer то есть их можно сразу отличить от всех тех вкусов которые в данном моменте есть да то есть они сразу выделяются также я не понял какому виду линеечек относятся два вот эти вкуса это у нас вкус альфа и вкус фахафина то есть это черные пачки и какой линеек они непонятно и какой из линеек они относятся тоже непонятно есть линейка айс как вы поняли это холодная линеечка и знаете что самое интересное здесь есть айс айс то есть вкус айс в линейке айс это просто убийство это реально супер нова где-то в стороне сосет и заглатывает и есть собственно классическая линейка дуо то есть дуо да это двойные миксы типа лимонного пирога и прочее прочее короче реально можно запутаться и все непонятно с этими линеечками я скажу так что российский рынок не любит такие колоссальные сложности когда у производителя есть 200 с хуем вкусов это очень сложно у нас здесь забит вкус арчата из линейки classic это я не знаю почему написано вкус арчата а нарисована капучино очень сложно но вкус арчата капучино понимаете то есть что-то непонятное очень приторная по цене примерно в розницу данный продукт выходит от 160 до 200 там 20 рублей за 50 грамм примерно так точно не могу сказать просто все зависит от продавца также все это идет в 50 граммовых пачках потому что больше я не находил никаких вариаций собственно граммажа до граммовки и давайте теперь я попробую объяснить что же это за продукт и как он курица как я и говорил что по линеечкам в принципе они отличаются только лишь набором фруктов каких-то таких специфичных моментов но также не отличаются немного по аромке но по сырью по моему мнению они в принципе все одинаковые крепость ниже среднего не тяжелый по горлу не бьет курица не как все обычные привычные табаки то есть в нем нет какой-то вот такой знаете изюминки в виде какой-то тонкой нотки холода либо чего-то еще если также брать мое мнение то у меня складывается ощущение что просто взяли очень старый продукт перепаковали его и начали продавать почему потому что когда я курил многие вкусы я курил три восьмерки я курил еще какой-то вкус то у меня было впечатление что я курю табак из 2016 18 годов по аромке по что аромка здесь довольно таки примитивная объясню чем она примитивна она примитивна тем что у нее очень специфичный для грубо говоря русской кальяной культуры привкусы самой аромки они очень странные возможно в германии этот табак продается очень хорошо и там любят такую аромку но я ее полностью не понял я прокурил очень много вкусов но меня на все вкусы которые у меня есть просто не хватило также что касается время курения то она в принципе соответствует норме 40 минут этот табак можно покурить но покуришь ли ты его отталкиваясь от той самой аромки которая дает немного неприятный привкус очень сложно здесь от края до края вот именно какой-то середины здесь очень сложно найти также очень интересный момент заключается именно в ягодных вкусах которые есть есть вкус клубники то клубника здесь со сливочках просто шикарный аналогов я не встречал также искусств которые я прокурил арбуз здесь реально хороший нехимозный арбуз то есть если примерно каждый вкус прокурить то ты для себя выберешь очень много интересных позиций которые возможно тебе понравятся но также я попробую рискнуть и сказать такую вещь что продукту будет очень сложно на российском рынке закорениться прям очень сложно потому что сейчас рынок шагнул так сильно что за ним реально сложно успеть и получится ли продукту лира подстраиваться под этот ритм тоже непонятно то что я хотел рассказать я рассказал и наверное немного прямо моего искреннего мнения в том что продукт пока мисс не дотягивает прям до супер супер того чтобы ты сказал что ебать круто но я общался с магазинами и магазины говорят что продукт хороший а у него хорошая цена за то качество которое лира дает и его очень хорошо покупают как говорится поживем увидим а это был дава дым продукты лира и ротана шоп город алмата и Продолжение следует...